Шелковица черная. Нетрадиционные плодовые культуры, обладающие полезными свойствами, обретают в России все большую популярность. Одним из таких растений является шелковица плакучая черная, известная также как тутовник. Культура особенно распространена в Подмосковье и других областях средней полосы России. Описание культуры. Шелковица черная относится к листопадным деревьям, достигающим высоту 15 метров. Основной рост растения набирает первые годы жизни, в последующем его сила постепенно замедляется. Крона дерева широкой раскидистой корой обладает коричневатой окраской, а стебли утончены. Листья очень крупные, в длину вырастают до 20 см, а в ширину – до 15 см. У них лопастная форма, фронтальная сторона листовой пластинки на ощупь шероховатая, нижняя часть смягченная, войлочная. Цветение у культуры протекает в апреле-май, а уже в июне на дереве формируются плоды. Соцветия состоят из мелких зелено-белых цветков. Растение вступает в плодоношение чаще всего на 3-5 году жизни. Урожай обильный представляет собой глянцевые ярко-черные ягоды около 3 см восточной и долготыну. По вкусу плоды кисло-сладкие, очень сочные. Шелковица черная, шелковица белая и черная – отличие. У ягод белой шелковицы во вкусе присутствует легкая кислинка. Они не столь сладкие, как черная шелковица, но в то же время они менее калорийные. Белые плоды признаны диетическим продуктом. Окраска бывает не только белая, но и желтоватая, розовая. Присутствует разница и в химическом составе плодов. Белые плоды богаты значительным содержанием углеводов, тогда как у черной шелковицы больше органических кислот. Важно, плоды черной шелковицы более сладкие. Внешне они напоминают ижевику. Кислинка во вкусе выражена очень слабо. Шелковица черная – выращивание и уход в средней полосе. Чтобы вырастить шелковицу, например, в Подмосковье, нужно учесть кое-какие нюансы. Посадка для высадки шелковицы черной лучше всего подходит середина весны, когда еще не началось сокодвижение. Широко практикуются и осенние посадки, проведенные до того, как начнется дождливый период. В последнем случае можно даже получить более высокую урожайность при условии, что растение хорошо перезимует. Участок для возделывания рассматриваемой культуры должен быть хорошо открыт для солнечных лучей, но при этом ему требуется защита от сильных ветров. Грунтовые воды должны залегать на глубине не менее чем полтора метра. Шелковица может возделываться на различных типах почвах, однако для нее не подходят такие типы грунтов, как песчаники, заболочные и сушеные почвы, соленые. Обратите внимание, в глинистом грунте обязательно нужен дренаж, который можно сделать из гальки или кирпичных обломков. Посадочную лунку готовят за две недели до высадки. Размеры ее должны соответствовать габаритам корневой системы саженца. Примерная длина, ширина и глубина ямки – 50 см. В почве с невысоким содержанием питательных элементов лунку делают чуть больше, учитывая внесение удобрений. Для этого используют перепревший навоз в объеме 5 кг перемешанный со 100 г суперфосфата. Полученную питательную смесь равномерно распределяют по поверхности дна лунки и засыпают ее землей, чтобы корешки при посадке не соприкасались с подкормкой. Саженец помещают внутрь посадочной лунки и распрямляют корешки, чтобы они не перехлестывались друг с другом и не упирались в края ямки. Если растение слишком тонкое, в яму следует бить деревянный колышек острым концом вниз и привязать к нему саженец куском шпагата. Ямку засыпают грунтом, постоянно утрамбовывая ее так, чтобы не осталось пустых полостей, заполненных воздухом. По завершении посадки сразу же вокруг саженца выкапывают неглубокую канавку, в которую заливают 2-3 ведра теплой отстоявшейся воды. Эту канавку нужно постараться сохранить для последующих орошений. Не теряя времени, приствольный сектор мульчирует для сохранения влаги. С этой целью обычно используют торф или опилки, однако при их отсутствии подойдет обычный, но сухой грунт с этого же участка. Посадка саженца, шелковица, полив и подкормка орошения очень важны для молодого шелковичного дерева. На сухой почве саженец не укоренится. Основной период поливов приходится на начало-середину лета. Весной его проводят лишь в засушливые периоды, а из августа включительно растения не поливают вовсе. В первый месяц после высадки растений насаждение подкармливают нетравмофоской, причем на каждое растение приходится по 1 стакан ложки удобрения, растворенного в воде. Летом подкормку повторяют по той же схеме, однако используют уже калийную соль и суперфосфат. В начале августа растения прекращают подкармливать, чтобы не спровоцировать вторичный рост побегов, которые не успеют вызреться с высокой долей вероятности погибнуть зимой. Суперфосфат обрезка формирования кроны шелковицы черной обычно проводят в период покоя, в начале весны, когда еще не началось движение сока. Омолаживающую обрезку начинают проводить в последней декаде апреля и заканчивают в мае, когда начинается распускание почек. Санитарную обрезку проводят осенью, когда температура воздуха еще не опустилась ниже минус 10 градусов. Весной на молодом растении на стволе с высоты около полутора метров удаляет все побеги. Благодаря этому у взрослого дерева ветви не будут загибаться к поверхности земли. Оставшийся центральный проводник сохраняет и доводит его высоту до 5-6 метров. Можно также сформировать дерево не выше полутора метра, за которым будет легче ухаживать. На таком растении оставляет по 80 скелетных побегов. Санитарная обрезка подразумевает удаление засохших больных, убитых морозом, имеющих значительные механические повреждения стеблей. Также нужно избавиться от побегов, растущих вверх и внутри, тем самым загущающим крону. Обратите внимание, впоследствии, когда растение нормально сформируется, следует лишь поддерживать для него имеющуюся форму, избавляясь от ненужных стеблей. Уход в зимний период Шелковица черная характеризуется высоким уровнем засухоустойчивости жаростой кости, тогда как неблагоприятным фактором зимнего периода растения практически не проявляет резистентности. Ввиду этого дерево должно быть достаточно хорошо подготовлено к холодному времени. Нужно заблаговременно прекратить вносить питательные элементы. Подкормку проводят лишь в том случае, если растение проявляет ярко выраженные признаки дефицита удобрений. С этой же целью в августе отказываются от дальнейших орошений, а в осенний период осуществляют санитарную обрезку. Важно! В регионах с очень холодным климатом практикуют посадки саженцев с заглублением корневой шейки в почву. Это также позволяет обезопасить насаждение зимой. Определенную защиту от холода растению обеспечивает способность формировать пробковую ткань в пространстве между молодыми и зрелыми стеблями. Это позволяет при сильных отрицательных температурах избавиться от непригодных к выживанию тканей, однако в годы с бесснежными зимами растения вымерзают. Чтобы не допустить этого, следует перед началом зимы замульчировать приствольный сектор основательно укрытие ловым лапником и другими подходящими материалами. Размножение Семена, как и все плодовые культуры, шелковица черная размножается семенным методом и вегетативным. В первом случае семенам нужно пройти стратификацию. Процедуру можно осуществить как естественным путем, когда семена высеивают под зиму, так и искусственным. В этом случае их на два месяца зимой помещают в холодильник. Еженедельно семена вытаскивают на несколько часов, а также регулярно проводят визуальный осмотр и удаляют больные или загнившие экземпляры. Непосредственно перед посевом семена на пару часов замачивают в растворе стимулятора роста. Далее их заделывают почву на не слишком большую глубину, а затем мульчируют для их скорейшего прорастания. Уход за рассадой стандартный. Вышеуказанный способ является относительно простым. Основные его недостатки заключаются в следующем растянутость при проведении искусственной стратификации невозможность размножения. Данным методом сортовых экземпляров, для увеличения количества культурных растений черные шелковица применяют вегетативное размножение. Его особенностью является то, что растение практически не размножается ни зеленым, ни одревесневшим черенкованием основными разновидностями вегетативного размножения плодовых культур, поэтому на рассматриваемой культуре применяют размножение порослей и корней. В этом случае саженец отделяют от материнского растения и перемещают на постоянное место возделывания, ухаживая за ним, как за обычным саженцем. Данный метод также не всегда позволяет передать потомству сортовые характеристики. Помимо этого, присутствует риск вырастить экземпляры исключительно с мужскими соцветиями, ведь шелковица относится к категории однодомных растений. Саженец шелковицы для гарантированного получения и разведения нормальных сортовых растений нужно проводить либо окулировку, либо прививку под кору черенком. Окулировку проводят летом при помощи спящих почек, а весной прорастающих. Прививку делают на вегетирующем дереве черенками с наличием две почек под кору дерева. На подвой нужно сделать срез под углом около 35 градусов, причем над почкой на черенке и именно прямой срез, а под почкой скошенной. При культивировании в северных регионах с суровым климатом на Урале, в Сибири, на северо-западе России рекомендуется сначала выращивать дикую черную шелковицу. Она более устойчива к отрицательным температурам, чем сортовые гибриды. Со временем, когда растение окрепнет, оно может быть использовано в качестве подвоя для прививки сортовых растений. Важно! В отличие от остальных плодовых культур у шелковицы привой устанавливают стороной срезок коре, а не древесине. Популярные сорта Ассортимент черной шелковицы насчитывает несколько десятков экземпляров, однако наибольшую популярность в России снискали лишь некоторые. Из них – черная баронесса. Высокорослый сорт, отличающийся повышенной продуктивностью и устойчивостью к отрицательным температурам. Плоды крупные и сладкие, созревают в первой половине лета. Шелли номер 150 Высокопродуктивный сорт украинской селекции. Отличается очень крупными ягодами, в длину достигают 6 см. Вкусовые товарные качества и свойства находятся на высоком уровне. Черная жемчужина Дерево достигает в высоту до 3,5 метров. Плоды в длину около 4 см. Вкусные и сладкие. Плодоношение начинается в июне и длится на протяжении 1,5-2 месяцев. Надия Среднерослый сорт с крупными плодами. Ягоды очень сладкие, черно-фиолетовые окраски крупные. Растения плодоносят во второй половине лета. К особенности сорта относится резистентность к заболеваниям и засухе. При подборе подходящего сорта и технологии возделывания можно получить полноценный качественный урожай черной шелковицы. Эту культуру можно считать одной из наиболее перспективных в России на ближайшие несколько лет, пока селекционеры не выведут еще что-нибудь необычное.